Доброго времени суток, кому не все равно. Начинается уже и продолжается пятый день противостояния в кавычках Украина-Россия. Я сегодня интересную вещь делал, связанную с этими вещами. В выпуске без цензуры, например, глава Калмыкии 2-го 200-го признал вслед за дагестанцем. А я задался вопросом, украинская пропаганда говорит, что уже 5200 человек ушло из этой земли. В общем, я в без цензуре свои аргументы показал, почему в моем понимании 200-х, 300-х и пленных несколько сотен всего. Мою аргументацию смотрите в без цензуры. Там я некоторые еще вещи показывал, которые тут не покажешь. 220-й выпуск, ссылка в описании. На Бастионе вы знаете, больше 34 тысяч у меня подписчиков там. Смотрите, кому это нужно. А я сегодня тоже буду важные вещи обсуждать. Про переговорный этот процесс я скажу в конце. Отмечу, что в моем понимании нынешние переговоры, это, естественно, цирк. Там с главой делегации Мединским, я не знаю. Вы бы еще бы... Эх, какого-нибудь бы... Не знаю, кого еще можно придумать. То есть Голикову послали бы еще главы делегации. Ну, в общем, как бы понятно, что это будет цирковое представление. Мало что там сейчас они решат. Рванул уже доллар за сотку. Если все устаканится, он отскочит обратно. А если нет, ну, то готовьтесь к трудностям. И... Ну, эти вещи, как бы, я обсужу еще в конце ролика. А сейчас я расскажу об их планах. То есть, очень интересная штука появилась. Вот есть такой сайт, webarchiv.org. Ну, я о нем много лет знаю. Это такой огромный ресурс, который сохраняет страницы разные по времени. Ну, у крупных ресурсов он чаще заходит, у мелких ресурсов реже. Ну, можно вот версию сайта какого-то определенного периода посмотреть. И Рео Новости 26-го числа выпустила в 8.00 заранее заготовленную новость про воскрешение нового мира, про объединение России и Украины. Что Украина... Украина пала, грубо говоря. Присоединена к русскому миру. Это вот прям серьезно. Рео Новости, это не фейк, как бы. Так не подделаешь. То есть, вот прям Рео.ру, оно самое, короче. Была такая статья, но потом была удалена, но кэш ее сохранил. Пропагандисты отмечали, что Россия восстанавливает свое единство. Трагедия 91-го года в этой катастрофе преодолена. В общем, Путин молодец. Ну, в итоге получилось, что Путин не молодец, как бы. И сейчас что-то пошло не так. У пропагандистов, как бы, что-то пошло не так. У меня просто... Вот от меня отписалось вчера почти 200 человек. И мне их вообще нисколько не жалко, этих 200 человек. Если они еще есть, еще отпишутся 100%. Вот у меня к вам вопрос. Кто еще смотрит из Ура Патриотов? Вам двух лет принудиловки по жишкам мало было? Вы меня смотрите? Я очень подробно про это рассказывал. А ограничительные меры, которые экономику просто вогнали? То есть в марте, когда 20-го года, ограничения там по ресторанной отрасли, по сфере услуг трахнуло и в эту зиму забыли уже? Вот это вот, в кавычках, замечательное путинское время. И, че, неужели верите, что там кого-то спасать поедут? Они тут как бы не смогли добить людей. Поехали добивать русскоязычных и белых. Им без разницы, где они живут, понимаете? В Украине или в России они их всех одинаково ненавидят. Поэтому и придумали спасательную операцию. Ведь оно, знаете, как... Всегда у мерзавцев всегда лексика противоположная. Они объявляют самые добрые и замечательные вещи, называют их. А они являются чем-то противоположным всегда. Ну, также еще так интересная тема. Меня прямо обвиняли в поддержке укронациков. Я, во-первых, сам правый. И я сомневаюсь, что правые... Я, во-первых, осуждаю русофобию в любой форме. Вот только надо понимать, что украинцы, они вот сейчас с российскими солдатами на чистом русском языке разговаривают. Почти все. Это, кстати, добивает просто, я думаю, их командный дух. Ну, не все. Ну, практически все видео на русском. Потому что они для русских, чтобы вы видели, что там происходит. И я не думаю, что человек, который там борется против режима, который уничтожает русских, они будут как-то ненавидеть за то, что он русский. Или русскоязычный. Нет такого там. В массах такого нету. А вот этот вот пещерный нацизм, я его осуждал всегда. Это неправильно. Нужно иметь здоровые националистические убеждения, чтобы выжить. Это не привилегия какая-то. Это механизм выживания. Человек себя должен идентифицировать с кровью. Понимаете? И поэтому у меня нет симпатии к тем, кто русофоб. Но если человек там любит украинскую землю, украинскую культуру, украинский язык хочет сохранить, пожалуйста. Только не трогайте русский язык. Нормальные люди, я думаю, этого делать не хотят. Но политики, они его там уничтожают. Это 100%. Ну, еще сообщает Верховный комиссар ООН, не менее 102 человек были убиты и 30 получили ранения в Украине с 24 февраля. Ну, что хочу сказать. Соболезнования погибшим. Погибшие есть. Я там показывал вещи, которые происходят. Это не только вина войск РФ. Там у них внутренняя неразбериха приводит к жертвам. Ну, есть такие веселые новости, которые могут обернуться невесельем. Есть такой Кадыров, 95 паблик. Ну, он там огромный, то есть там сотни тысяч подписчиков. Вроде как официальный этот телеграмм Кадырова. Вот он дал ультиматум европейским странам и политикам по поводу введения санкций против России. Он хочет сказать, что набор ограничений против России настолько абсурден, что нам остается только над этими бесплодными попытками смеяться. Заморозили они нам пустоту. Какой конфуз. Ну, как заморозили, понимаете? Если резервы заморожены наполовину, это уже не пустое место заморожено. Раз. Это по рынку бьет два, по ценам три, по населению четыре. То есть по населению бьет, уже ценники переписываются на продукты. Вот я тут сижу, снимаю ролики, а ценники, они уже переписываются. Потому что доллар по сотке, это в онлайне вся техника вскакивает там на 40-50%. Она вот доллар тогда скаканул на 10, на 15, а техника подорожала на 30. Поэтому как это, ну, не касается? Оно касается русских. Но оно не касается вот этих привилегированных царьков и падишахов. Так вот он дал срок до 31 февраля. И требует извинений от Европы. Понимаете, да? Степень. Одно дело, если бы это Жириновский делал, депутат Госдумы, это одно дело. А другое дело, это губернатор. Ну, фактически. Ну, как бы президент республики, это как губернатор Чечни. Глава Чечни. А субъект федерации, это как государство. То есть, часть государства. И это фактически официальный чиновник. Угрожает 31 февраля, как бы, своими санкциями. Первого русского, как говорится, в 16 лет положил. Ну, сейчас у них еще один шанс, я думаю, хороший. Побольше русских положить в Украину. В том числе и благодаря гуманитарной катастрофе, которая там надвигается. Вчера Зеленский сообщил об людей с боевым опытом, которые освобождены из подстражи. Источники российской пропаганды утверждают, что там освобождаются люди, которые совершали преступления на Донбассе с гражданскими. И даже по законам Украины были военными преступниками и сидели в тюрьме эти многие годы. Но их выпускают, и они там формируют свои отряды. Ну, в общем, крутая пропагандистская штука, которая просто опасностью для собственного населения может обернуться. Ну, это как украинская пропаганда преподносит. Не знаю, как успехи, что ли, непонятно. Ну, в моем понимании преступники должны сидеть в тюрьме. Они же как-то вроде опасные люди для окружающих. Или нет? Также иск в ГААГу подан от Зеленского. Требует привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида и оправдание агрессии, сообщил Зеленский. Вот я вчера говорил про не обслуживают русских в Португалии. А у меня вопрос к португальцам. А вы 30% населения Украины, кто к вам приедет, тоже обслуживать не боится? То есть, вот у них, вот, когда вы приезжаете в Германию, в принципе, ну, немцы немцами себя не называют. То есть, там есть швабы, бавары, ну, швабы есть, там, ну, куча всяких народностей, там, куча всяких территориальных, там, особенностей, там, франконцы, там, из Миттельфранкония, они, там, Миттельфранконцы, там, и так далее. Там, там, своеобразные есть земли, типа Саорланды, там, с чудачеством некоторых групп населения. Вот, есть, вот, у русских, там, тоже куча этнических разных составляющих. Ну, то есть, есть россияны, есть русские. И вот, воюют сейчас, там, граждане РФ. Ну, вот, надо вот уж хотя бы к гражданам РФ, которые поддерживают военные действия, их не обслуживать. А так, это чрезмерное, я считаю, проявление русофобия. В Польше, говорит, бьют стекла дальнобоем. В Чехии бьют детей русских в школах. Вот вам и денацификация наступила в Украине. А это от чего? От того, что сообщество предельно управляемое, и то сообщество, которое схавало, схавало Фуфладемию с коронкой, оно схавает русофобию, преподносимую из СМИ. Это и было задачей, чтобы нас ненавидели. Ну, одно из таких подзадач. И она успешно сформирована. Успешно. И эту вещь подогревает европейская пропаганда. Говорит, что 400 наемников действуют в Киеве. По заданию Кремля от The Times это сообщает. Им задача поставлена убить президента Зеленского. Его членов Кабмина. И подготовить почву для взятия города под контроль Москвы. Вот в моем понимании самое трагичное, что сейчас может случиться, это инфаркту Зеленского. Второго актера такого вроде как не найдешь. Все-таки как-то тяжело актера найти. Путина подобрать можно. Зеленского нет. Понимаете? Если он сейчас умрет, не дай бог, он просто станет легендой. Он просто станет легендой. И все. Поэтому я думаю, это именно как раз в интересах группировки, которая держит в заложниках населения России уже там 23 года. В интересах этой группировки, чтобы этот как бы вот в трехмерном пространстве это существо в виде Зеленского жило. Россиянские халуи типа Корякина подлизывают Путину, говорят, что всячески его поддерживают. Корякин родился в Крыму, поддерживал Крым-наш. Ну и соответственно поддерживал и эту агрессию военную под видом демилитаризации и денатификации, как он выразился в открытом письме. Даже Дворкович под носок Путина, то есть и Медведева самое главное, да, он жестко осудил российских шахматистов за поддержку операции в Украине. А там, если я не ошибаюсь, еще Шипов рот открыл про это. Ну Шипов также и про жиженацию открывал рот. Я вам поясню. В основном, на моем канале таких почти нету, что те, кто поддерживал Долбежку, тот сейчас поддерживает и эту военную агрессию. И даже Дворкович сказал, это неэтично, мы это осуждаем. И это правильно. А Корякин, чтобы вы понимали, он в какой-то момент был номером два в мире, он вошел на матч с Карсоном и его проиграл. Причем, ну, были шансы. То есть, Корякин мог матч выиграть. Ну, то есть, он конкретно слабее Карсона, но в этом матче он мог выиграть. Ну, то есть, это очень сильный шахматист, знаменитый. И прикормленный он там то ли в Совете в каком-то сейчас Федерации. Ну, он, короче, вот сейчас даже скажу, кто он. Ну, вот он был доверенным лицом Путина. Ну, короче, это путинский подносок. То есть, я это как бы правильно помню. Он там то ли, говорю, в общественном совете в каком-то сидит, еще что-то делает. В общем, за подлизывание режима хватает барыши. Ну, и сейчас не прекращает. Поветкин есть такой, тоже подносок Путина. Тоже его пропаганда использует, как такого русского богатыря. Тоже поддержал. Отметил, я это видео видел, мразотное. Отметил, что сила в правде в какой-то там. Известная фраза, которую произнес Бодров. Ну, вот Бодров отправился, как бы, не по своей воле, наверное, на концерт Кобзона. И вот. А Поветкин не отправился еще? Ну, конечно же, нет. Но вот, а кто-то отправится из-за таких призывов. Бились, говорит, мы за правду все эти годы, пока на Донбассе истребляли славян. Да славян истребляют везде. Не только на Донбассе. Славян истребили. Там только миллион сверху быль была. Обычного на территории России. Что-то Поветкина я не слышал ничего про это. Есть такой Ярослав Ракицкий. Не уходит он из Зенита почему-то. Как бы там Газпром в Зените. Ну, Ракицкий призвал прекратить агрессию. Ну, молодец, хотя бы призвал. Ну, результатов этих переговоров на конец записи моего ролика особо нет. Говорят только, что они начались. Сразу типа рубль отскочил. Но интересная новость такая в конце. Взломали сайты Коммерсанта, ТАССа, Известия, Ленты.ру, Фонтанки и некоторых других группировкой. Это показывает, насколько простая взломка интернет-сайтов и их незащищенность абсолютная. И вот эту цифру 5300 тоже. Я говорил, что она не соответствует действительности, по моему мнению. Но они пишут, что больше, чем первая чеченская за три года, за четыре дня в Украине. Ну, это не соответствует действительности, но это элемент информационной борьбы. Причем, вы сами должны понимать, это не соответствует действительности с моей точки зрения. Я так считаю. Ну, вы можете по-другому считать. Но вот интересно, что именно столько СМИ взломали. Часть из них просто РФ напрямую принадлежат. Типа ТАССа там. Ну, вот такие вещи сегодня происходят. Есть еще море, как бы, вещей, о которых хочу поговорить. Но, как бы, время не резиновое. Поговорю завтра. Либо, если сильно захочу, может быть, второй выпуск сделаю за день. Следить будем за этой всей ситуацией. До новых встреч. Пока. Пока.